В своей печи и дрова ярче горят. Так про себя может сказать Иван Резвов, а точнее про свою баню. Копейчанин – профессиональный банщик. С 2019 года он стал увлекаться этим искусством. Сам признаётся, что раньше постоянно ходил в баню, но совсем в обычную, в которой очень жарко. Совсем недавно пригласили меня попариться в другую баню. Я сходил, и меня это очень заинтересовало. Я начал это изучать. Потом я ещё прошёл несколько школ, несколько курсов по банному мастерству. То есть это для меня было каким-то увлечением. Я парил семью, друзей, близких. Банное искусство – совсем не простое дело. Как говорит Иван, здесь много тонкостей и нюансов. Но копейчанина это вовсе не смущает. Профессиональное парение ему доставляет только удовольствие. Чем меня заинтересовала баня? Тем, что это совсем другие температурные режимы, что является основой всего этого дела. В этой бане у нас температура 50-60 градусов. Максимум мы её разгоняем до 70. Ну и доличие печки, в которой много камней, для того, чтобы создавать необходимое количество пара, для того, чтобы именно париться. Баню Иван построил сам. И она сделана по всем необходимым параметрам комфортного парения. В чугунной печи шесть видов камней. Их общая масса – 163 килограмма. Также в бане есть второе дыхание. Оно находится на полке. Это позволяет дышать свежим воздухом с улицы. А с полов он ещё и отдельно прогревается. Так должно быть в каждой профессиональной парилке. Но ещё одним из самых главных атрибутов бани являются веники. А их у Ивана целое разнообразие. И у каждого своя определённая роль. Эта пихта используется в основном для укрывания головы. Она смачивается в холодной воде, либо летнее время, либо зимой выносится на улицу. У меня есть специальная полка около окна имеется. Когда я достаю, я сразу укладываю на голову человека, которого парю. Это его охлаждает, и он дольше может проезжать парилки. Тем самым я глубже смогу его прогреть. Талий интересный веник. Используется крайне редко. Это можжевел. В основном он очень колючий. Его нужно хорошо распарить перед тем, как использовать. Обычно используются в конце банной процедуры для массажа, для протирочки небольшой, каких-то локальных зон. А вот и мой любимый дуб. Обожаю его. Вениками мастер нагнетает пар, омахивает ими посетителя и делает массажные движения. Но перед этим нужно обязательно их замочить. Минимум за час до процедуры веник должен простоять в горячей воде макушкой вверх. И как только время подошло, можно париться. Святая святых. Парное отделение. Парилка. К процедуре все готово. Выстроена температура, в ряд выложены веники, постели на простынь. Да и гость уже готов скорее ощутить пары профессиональной бани. Существуют разные программы парения. Сегодня со Светой мы будем без предварительного разогрева, а сразу начинаем париться. Но вначале я буду давать немножко пара, а потом буду наращивать и наращивать и наращивать. Поехали? С удовольствием. Каждая техника парения в среднем занимает 20 минут. За это время температура тела достаточно прогревается, снимается напряжение в мышцах и появляется приятная усталость. Ощущения просто превосходные. Расслабляющая и в то же время бодрящая процедура. Спасибо, Иван. После парения обязательно нужно выпить горячий чай. Он дополнит ощущения от бани. Иван признается, после того, как он начал заниматься этим искусством, он постоянно внедряет что-то новое в стандартные техники парения. Своё умение он подтверждает на специальных соревнованиях по банному мастерству. 4 апреля Иван Резвов выиграл первое место на чемпионате Челябинской области. Золотая медаль – его первая победа. В дальнейшем пармастер планирует повышать свой профессионализм и пополнить копилку наград.